13.07 в Кирове на студии НФМ программы «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и напротив меня моя любимая гостья Елена Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телеканала «Рэнк Киров». Елена, добрый день. Добрый день. Приятно быть, любимый. Это действительно так. Любимый спикер у меня Николай Голиков, а любимая гостья — это ты. Надо нам собраться втроём, я думаю. Это смешно. Ты понимаешь, если мы соберёмся втроём, то в эфире мы будем в основном смеяться. Я думаю, что никто нам не мешает сделать это за эфиром. У нас вопрос есть на сайте хакирова.ру в разделе «Анонсы», где вы, уважаемые слушатели, можете задавать вопросы нашим гостям. Есть вопрос к тебе от слушателя, который представился как «Ласковый Игорь». Елена, почему вы не участвуете в выборах в Гордуму? Я бы за вас проголосовал. Очень спасибо большое «Ласковый Игорь» и всем «Ласковым», кто за меня бы проголосовал. Это на самом деле очень приятно. Я не участвую, потому что я не очень понимаю, что я буду делать там после того, как за меня проголосуют. Изменить город к лучшему. Изменить город к лучшему очень хочется. Всё в наших руках, и мы можем это делать в каждом своём рабочем месте. И моё рабочее место всесторонне это позволяет как-то, по крайней мере, этому способствовать и помогать тем, кто это делает. Что иногда, честно скажу, важнее. Да, вот помочь, поддержать тех, кто реально имеет силы и азарт это делать. Ну, в общем, эти люди меняются, но я готова их поддерживать. Что касается, ну, все знают, как у нас проходят выборы. Мне поступало предложение, я могу честно сказать, что такие предложения были. Перед этой предвыборной кампании. Да, перед этой предвыборной кампании, причём абсолютно проходных мест. Правда, вопрос в основном в том, что как, в общем, действовать дальше. Потому что мы понимаем, что есть большинство, и это большинство не оппозиционно настроено. Вот сейчас ключевое, я вот совершенно не готова ни ругать Единую Россию, ни хвалить её, ни ругать, ни хвалить оппонентов, которые не смогли собрать людей, Юль. Да, то есть мы понимаем, что вообще это всё человеческий фактор. То есть если бы были люди, которые готовы идти, там, от оппозиции в большом количестве, эти люди качественные, хороши, и они бы проходили и по количественному составу, могли бы конкурировать с партией власти, то там реально был бы конструктивный диалог. А когда там, допустим, соотношение 30 против 6, то мы понимаем, что это не конструктивный диалог. Нет, ну подожди. А люди готовы... Недавно у нас был в эфире Алексей Кузьмин, который был уверен, что в новом составе городской думы депутатов от оппозиции, скажем так, да, в кавычках от оппозиции, будет гораздо больше, чем в этом. И что они действительно смогут, ну, каким-то образом торговаться с Единой Россией. Я об этом далеко не уверена. И прежде всего, знаешь почему? Вот ровно по тому, почему я сказала, по поводу вот человеческого фактора. То есть очень так вот, медленно, но верно, к моему величайшему сожалению, люди, которые что-то из себя представляют реально, они понимают, что нет смысла тратиться... Давай так вот, по-честному. Ни у кого из политиков, ни мелких, ни великих, нет задачи быть членом какой-то партии. Ну вот, да, то есть ни у кого нет, ах, задачи быть оппозиционным коммунистом. Или ни у кого нет, ах, задачи быть каким-то махровым единороссом. Вот нет. Люди решают свои проблемы, свои задачи. Они могут быть созвучными задачами города и всего человечества даже, вот, да, не побоюсь этого слова. Но сам факт состояния в партии, он сейчас такой очень относительный. И поэтому люди, у которых есть опыт, есть мозги и так далее, да, они смотрят и думают, ну вот я сейчас столько сил потрачу на то, чтобы пройти от оппозиции, но смысл? Ну нет, есть, конечно, идеалисты, и слава богу, что они есть, но мы понимаем, что их все меньше. То есть людям проще пройти под флагом партии власти и, в общем, не писать против ветра. Ну вот, как-то так, да. И поэтому я, честно говоря, ну вот, считаю этот прогноз по поводу большого количества оппозиционеров в Гурдуме очень оптимистичным. Я за. Вообще, я считаю, что должно быть где-то пополам, и еще раз повторюсь, для того, чтобы вот в этом споре родилась истина, потому что у каждого своя правда. Даже партия власти очень четко понимает, сколько денег на что есть, понимаешь? И да, и нужно ей оппонировать обязательно. Но еще раз повторюсь, не 6 против 30. Поэтому давайте посмотрим. Вот, и еще раз спасибо за такой чудесный вопрос, который, как бы, в общем, в большой степени комплимент, да. И еще раз повторюсь, если бы я была уверена в том, что оппозиция соберет сколько-то голосов прилично, я не вижу, что для этого делается. Можно меня спросить, а что ты для этого сделала, да? Ну, вот эти вещи, они обсуждаются. Я могу сказать, что мне предложение поступило, условно говоря, там, за две недели до регистрации списков. А от какой, Елена, партии поступила? Не скажу, от какой партии, потому что не скажу. Потому что я сказала нет. Если бы я сказала да, то я бы сейчас рассказывала, от какой партии. От хорошей партии. Вопрос не в этом. А в том, что такие вещи, они продумываются, ну, минимум за полгода. И я, наверное, бы тоже включилась в эту работу за полгода, а за две недели сделать что-то очень сложное. То есть, в принципе, если бы тебе предложили раньше, то ты бы серьёзно обдумала и, может быть, пошла бы избирать. Да, если бы это была серьёзная концепция, которая привела бы туда не меня одну. Вот я ещё раз повторюсь. Вот что Единая Россия, что там те же коммунисты, что Справедливая Россия, что ЛДПР. Это должна быть реальная какая-то группа и сила, понимаешь, которая что-то может сделать. В противном случае, ну, это вот какие-то свои внутренние задачи. У меня таких задач нет. Вот тех задач внутренних, которые ставят предприниматели себе там, да, чтобы как-то какие-то связи наладить, как-то бизнес защитить, где-то что-то там пролоббировать. У меня таких задач нет. Ну, вот ты говоришь про сильных, адекватных людей, про команду. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, Сураев, например. Сураев, например, побыл уже в Единой России. И побыл, и, насколько я помню, до этого ещё и в Справедливой России, и ещё раньше побыл, там какие-то были ходы. Я с уважением отношусь к Сураеву, но я не думаю, что здесь вопрос стратегии какой-то. Вот, понимаешь, это тактический вопрос внутренний одного человека. Вот у него здесь конфликт, он решает там вопрос по-другому. Ну, это не система, это не даст. Ну, Сураев, что найдёт Сураев? Ну, хоть он за Сураев, да хоть он за губернатор, да хоть он за не знаю кто, понимаешь? Что такое один человек против? Вот у нас Городума решает всё голосование. Там, я не знаю, там, как в этом составе было 36 мест. Сейчас, наверное, столько же, да, я не помню, там меняли или нет. Ну, вот, ну, есть вот большинство, есть меньшинство. Ну, есть, конечно, гении, которые могут обработать там, ну, вот, да, какое-то количество людей даже, которые, может быть, в оппозиции состоят. Ну, Василий Куприянович, насколько я знаю, не относится к этому. Он недостаточно гибок для какой-то дипломатии, для ведения каких-то подковёрных игр, которые здесь должны быть предусмотрены, если, допустим, там, каких-то партийцев не меньшинство. Ну, вот, однозначно. И я не вижу здесь никакой, никакой стратегии я не вижу. Вот, очень хочу тебя спросить про перспективы Сураева и других кандидатов на кресло мэра, но сделаю это после небольшого перерыва. Я напомню, это особое мнение Елены Шмулевич. Сейчас мы уходим на перерыв. На 101.фм особое мнение Елены Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телекомпании Ренкиров. В эфире мы продолжали обсуждать дела предвыборные. Ну что же, Лена, давай про перспективы мэра поговорим. Разные эксперты приписывают мэрские амбиции Валерию Крепостнову, но и Василий Сураев уже открыто заявил о том, что он готов к этой работе. Вот здесь вот будет борьба? Ну, я не вижу, как она будет, потому что мы уже с тобой только что обсуждали, что есть большинство и есть меньшинство. У нас до сих пор в Гордуме все дела решаются таким манером. И если единороссов будет большинство, то, соответственно, и мэр города будет избран из числа представителей Единой России. Но подожди, голосование за мэра тайное. Может альтернативный кандидат со всеми договориться? Нет? Валерий Васильевич может со всеми договориться. Если бы он был альтернативным кандидатом, я бы допустила такой вариант, например. Вот, Василий Куприянович, мне кажется, не настолько гибкий политик, чтобы суметь договориться, будучи альтернативным кандидатом. Это мое личное мнение. Он слишком прямолинейный. А кто из вот этих двух людей, коль скоро мы их обсуждаем, ну, так скажем, более удобен для разных групп влияния. Мы понимаем, что они у нас в городе есть, в Городской Думе есть. То есть должна быть некая, ну, компромиссная, да, кандидатура, которая устроит всех. Или, может быть, это вообще кто-то третий? Слушай, ну, в моем понимании, вообще крепостных мало управляем. Поэтому он вряд ли вот... Он может кому-то нравится и не нравится, но быть удобным – это иллюзия. Ну, если кто-то думает, что для него удобен вот такой человек, то мне кажется, что это иллюзия. Это мое личное мнение. Я достаточно близко знаю человека, да. Но вот по его делам, по его поведению, я бы сказала, что он мало управляем, и поэтому быть удобным для кого-то вообще не его задача, не его тема и не его история, в моем понимании. Что касается Василия Куприяновича, он тоже мало кому удобен, потому что это человек с характером, с какой-то там позицией жизненной, которую он готов отстаивать. Вообще, на самом деле, это здорово. Вот что тот, что другой, что, может быть, там появится и кто-то еще, они реально готовы свои какие-то цели и задачи отстаивать. Мне кажется, что это хорошо, и что мэр не должен быть удобным кому-то, как каким-то там элитам или каким-то представителям групп администрации, допустим, да, правительства области. Я думаю, что появится третья кандидатура. Я думаю, что мы не ограничимся этими двумя, и не тут будет борьба. Так, 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 а где будет борьба? Ну, давай так, я уже сказала, что в моем понимании мэром будет представитель партии «Единая Россия». Хорошо, «Единая Россия», предположим. Ну, давай посмотрим. Здесь еще зависит вот сильно все от того, насколько велики амбиции публичности, допустим, у того же Крепостного. Да, то есть ведь мы знаем достаточно умных, политически опытных людей, которые вполне себе в состоянии были на протяжении многих лет руководить хоть городом, хоть областью, но они этого не делали, оставаясь, в общем, в тени, вполне себе руководя в тех отраслях, где им интересно, не беря при этом из себя лишней ответственности. Вот здесь я еще раз говорю, что недостаточно хорошо знаю эту основу для того, чтобы понимать, насколько далеко простираются его амбиции, и так, может быть, удобнее иметь управляемого человека. То есть вот давай так, например, да, можно же поставить своего представителя, вот, например. Ну вот знаешь, что хочется все-таки понимать? Валерию Васильевичу пока эти амбиции, ну, приписывают, да, амбиции мэрские. Он, по крайней мере, о них не заявлял, да. Валерий Васильевич, да, не заявляет о них в открытую... Некуда бы его спросить, правда, да? Вот, мне вообще интересно, они есть? Может быть, собственно, все устраивает? Как ты сама только что сказала, можно руководить интересующими тебя отраслями, не являясь мэром города. Да, давайте спросим. Вот, надо спросить Валерия Васильевича. Я думаю, что... Я думаю, что он не скажет правду пока. Я думаю, пока он... Пока он, может быть, даже и не решил, какая она правда. Люблю я наши эфиры. Да, давай вот продолжим. Хорошо. А избирательная компания, городскую думу, она вообще есть? Ты ее видишь? Ой, я-то вижу, да, я-то вижу. У меня-то на глазах там несколько человек, которые изо всех сил стараются. Ты знаешь, на самом деле она сколько-то есть, и она даже сколько-то в таком ретро-плане происходит, в таком, о котором я в последнее время, честно говоря, только ностальгировала. Речь идет о том, что люди там с кем-то встречаются, что-то своим избирателям обещают, и сколько-то даже пытаются где-то сделать. Может быть, не своими руками, может быть, там, надавливая на разные какие-то педали, да, но тем не менее они пытаются как-то себя показать вот этот вот, прошу прощения за сравнение, товар лицом. Раньше, собственно говоря, так и было. Мы на протяжении предвыборки видели много хороших дел, потом они как-то сходили на нет, к сожалению. В общем, как вот, да, как принято это сравнивать с передом ухаживания перед свадьбой. Вот, хотя я бы не стала так все-таки. Но, тем не менее, да. А потом снова сколько-то начинались. В последние годы я и этого не видела. То есть вся борьба шла между, собственно говоря, кандидатами одного замочить, другого приподнять, и, собственно, между собой они и мерились там у кого чем, что есть силами, да. Сейчас я вижу, что сколько-то идет заигрывание с избирателем. Это уже хорошо, потому что, ну, хоть что-то происходит. И вот, да. Она есть, но она такая вот немножко игрушечная, на мой взгляд. Что произошло вот со снятием списка КПРФ? Что это вообще было за демарш такой? Ой, я, честно говоря, не вдавалась в эту историю. Я вот тебе честно скажу, что я с ней не разбиралась, потому что для меня было очевидно, что это, опять же, какой-то человеческий фактор. Вот в моем понимании я еще раз говорю. У нас программа особая нервная. Да, я могу только догадывать. Я скажу даже, что это не мнение, а это догадка, да. Что это могло быть? Не что это было, а что это могло быть? Кто-то решил перестараться, переусердствовал и вот что-то там снял. Тут ему говорят, алло, ты что, с ума сошел? Сейчас нас обвинят, сейчас у них рейтинг пойдет вверх. Вот их же бедных обижают там, и что же, и у нас выборы-то какие-то нелегитимные там получатся. Ну и вот вернули все обратно. При этом суть, скажем, нарушений, при этом, на мой взгляд, большого значения не имела. То есть можно было и так, и сяк их трактовать. То ли они были, то ли они нет. Но вот я так думаю, что это такая какая-то очень простая история. Это мне так кажется. При этом ты заметила, что такая же история была еще в нескольких регионах. Как минимум, это Норильск. И если я правильно помню, Адыгея. Ровно поэтому и есть предположение, что кто-то что-то неаккуратно сказал наверху. Кто-то что-то неаккуратно понял. И еще менее аккуратно приступил к исполнению, собственно говоря, воли неаккуратно высказавшихся вышестоящих товарищей. Вот я думаю, что вот так это происходило. А у тебя нет, Лена, ощущения, что нынешняя компания в городскую думу вообще никому не интересна? Я имею в виду сейчас не избирателей, не обычных людей, а как раз вот те самые бизнес-элиты. Бизнес-политические элиты. Нет, у меня нет такого ощущения. У меня есть ощущение, что она как раз намного более интересна, чем, например, губернаторская гонка, которую гонкой вообще не назовешь. Как мы понимаем, как раз вот здесь все понятно, и никто туда не суется, и никому это не интересно по большому счету, и никто не может на это по большому счету повлиять, я бы так сказала. А вот как раз избирательная компания в городскую думу очень даже интересна и местным элитам. Мы на сегодняшний день стоим на пороге того, чтобы вот жить, как жить следующие несколько лет, кто будет управлять, кто будет, ну если так грубо сказать, делить город. Да, вот. И надо понимать, что город Киров, муниципальное образование, это, собственно, в Кировской области, вот то, что, то, о чем еще можно говорить. Здесь осталось... Самый лакомый кусок пирамид. Конечно, конечно. И поэтому говорить о том, что при смене как раз главы региона, это как раз еще более важно, чем раньше. Поэтому, конечно, конечно, нет. Конечно, я уверена, что, ну вот мое мнение, что это не так, что всем очень интересно, и все там очень участвуют. В городе Кирове будет некий альтернативный центр силы, там сильный мэр или сильная дума, сильная команда, которая сможет оппонировать правительство области? А это надо оппонировать ему? А надо? Нет? Я не знаю. А область у нас против города? Ну вот что в твоем понимании оппонировать? Вот как оппонировать? Ну, правительство области говорит, мы хотим, чтобы город Киров цвел, расцветал, был... И городская администрация говорит, нет, ни за что. Ну, нет, я имела в виду иметь какую-то, ну, собственную позицию, собственное мнение, и, ну, условно, не брать под козырек и не кидаться и исполнять любое решение. Есть, например, эксперты, которые говорят, нет, наоборот, вот действительно так и должно быть. В области должен быть единый центр силы, а все остальные должны ему, ну, условно, подчиняться. У нас в области долго не будет единого центра силы, это мое личное мнение. Так, хорошо. И я, заметь, не знаю, хорошо это или плохо. Ну, вот в данной ситуации, в том контексте, о котором ты говоришь, я не знаю, хорошо это или плохо, но... Но я не думаю, что он будет единым каким-то прям. Я предлагаю на этом уйти на рекламу, чтобы не начинать до перерыва новую тему. Я напомню, что это особое мнение... Лучше нам и не начинать вообще. Подожди, Лена, у нас еще 15 минут во второй части программы. Заметь, мы даже еще не смеялись. В общем, сейчас мы просмеемся во время рекламы, уходим на 2 минуты и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Елены Шмулевич, редактора информационно-аналитических программ телекомпании «Рэнкиров». Вот прямо-таки не знаю, Лена, о чем с тобой поговорить. Все такое интересное, столько тем, столько тем. Это мы, конечно, вопросы. Темы почитаем и выберем. Так, ну что же. Программа развития Кировской области от Игоря Васильева. Ты видела его предвыборную программу? Я видела сайт, на котором должна быть предвыборная программа. А ты видела? А я вот сейчас смотрю, как у нас на этот сайт. Я не смогла ее открыть. Там есть видеоролик, который очень хорошо эмоционально начинается и немножко так не очень хорошо эмоционально заканчивается. Ну, как будто человек вот 5 раз это все повторил и уже устал просто. Ну, или смонтирован так. Вот. И в этом ролике все очень хорошо, но это короткий ролик. Где Игорь Владимирович говорит о том, чего мы все вместе хотим. И, в общем, не кривит душой. Все мы хотим, чтобы стало хорошо. Вот. Ну и все. А дальше идут подразделения, такие как бы отрасли. Ссылки, типа там здравоохранения, сельское хозяйство, промышленности и так далее. И они не активны. Я ни одной не смогла открыть. Поэтому я ничего не могу сказать про эту программу. То, что написано на сайте, да, как ты сказала, по нескольким разделам. На сайте прямо вот конкретные цифры. Например, в разделе дороги 270 километров будет отремонтировано в Кировской городской агломерации в 17-18 годах. 164 километра дорог отремонтировано в Кировской области в 18-19 годах. Строительство автомобильной дороги такой-то. Завершение строительства путепровода на улице Попова от Щерса до Чистопрудинской. Ну, вот такие вот некие обещания в цифрах. Это ведь не очень программа, правда? То есть любой губернатор, который бы пришел, если бы у нас были какие-то, собственно говоря, альтернативные варианты, кроме Игоря Васильева, и они бы пришли вдруг к власти, они бы тоже эту программу бы выполняли. Потому что это запланировано, на это выделены деньги, и это нужно делать. Да, Витя? Ну, то есть программа, я это какой-то вот прям такой персонифицированная, ну, я не готова считать. Хорошо, а у других кандидатов, губернаторов, от альтернативных оппозиционных партий, ты видела эту программу? Нет, не видела. Не видела, а она есть? Ну, честно говоря, я вообще не очень понимаю, где там альтернатива какая, вот, ну, в таком широком смысле, да? Ну, где она? Вообще, знаешь, есть такие, я вот тут думала, есть такие бытовые приборы, самоочищающиеся всякие, знаешь, там вот есть, ну, не знаю, кондиционеры, их не нужно промывать, они сами очищаются, там, холодильники их не нужно, они сами размораживаются, тоже очищаются. И мне кажется, что у нас произошла вот такая самоочистка, самозачистка, я бы сказала, да? И мы так само зачистили, и у нас, собственно говоря, кроме вот реального такого кандидата в губернатор, это никого и нет. Причем это как-то само произошло, вот без особого вмешательства, вот это мое ощущение такое. А это только на этих выборах, Лена? На предыдущих выборах, когда мы выбирали Никиту, было их было иначе? Да, там, на самом деле, мне кажется, что в большой степени, в большой степени, да, этим занимались представители, в том числе Никиты Белых, по крайней мере. Нет, зачистка поля, она, естественно, и понятна. Это там одна из технологий. Но есть варианты, когда это происходит вот очень таким активным образом, да? А есть вот как сейчас. Все как-то немножко так вот, не немножко устранились, потому что ведь человек-то вроде как назначен президентом. Нет, ну подожди, то есть когда мы выбирали Никиту Белых, тоже была такая же история. Только они зачистились не сами, а их зачистили. В этом разница. А вот сейчас они уже сами. Это самое ужасное. Это вот самоцензура, самозачистка, самоочистка. Ну, мне так кажется, я не знаю. Вот и, собственно говоря, поэтому про какие-то выборы, вот, ну, никакого выбора я, например, не вижу для себя. Вообще, Васильев очень симпатичный человек, понимаешь? А при его там каком-то бэкграунде в плане поддержки, да, федеральной, а нам всем объяснили, что без федеральной поддержки мы что-то как-то все никак не можем сами развиться. Ну, вот в этом контексте вроде бы как и не остается ничего. А потом посмотри даже просто на рекламу. Вот сами кандидаты. Вопрос вообще не в этом. За кого мы пойдем голосовать? Посмотри, как ведут себя сами кандидаты. Кто из них вообще что сделал, хотя бы просто, чтобы себя пропиарить? Я сейчас не говорю, чтобы там для народа, чтобы сделать про реальные дела. У них в руках нет власти, у них в руках нет пока бюджетных денег. Поэтому говорить об этом, что они сделали, чтобы себя каким-то образом вообще продемонстрировать, чтобы себя и свои возможности презентовать. Они, если, можно сколько угодно говорить, что рекламные агентства не берут твой баннер, на этот щит не вешают, потому что у них там команда какая-то. Но если ты не можешь даже этого сделать, пропихнуть свою фотку на столб на какой-то там, да, или придумать, как это дело обойти, как это сделать по-другому, потому что есть другие технологии. И если ты сам не можешь найми людей, которые придумают как. Ну, вот это несложно на самом деле. Если люди даже этого не сделали, то мы понимаем, что, ну вот в моем понимании, их намерение, ну, совершенно несерьезно. Может быть, они хотят стать известными. Вот, например, единственное, что я припоминаю из пиар-компании кандидатов в губернатор, это заявление Николая Барсукова о том, что он начинает голодовку. Это чудесно для здоровья Николая Барсукова, но это не имеет никакого отношения к благополучию жителей Кировской области. Ну, разве что он съедал столько, что теперь можно на это накормить кого-то, понимаешь, что куда-то будет оттен, но я так не думаю. Так вот, вот и всё, да, вот. О чём мы говорим-то? Где тут вообще какая-то предвыборка? Кстати, вот предвыборная программа Игоря Васильева у меня загрузилась с сайта. А, да, интересно. То есть она есть всё-таки, да? Да, да, да. Это я не смогла открыть, я прошу прощения. Я думаю, ты сможешь. Это PDF-документ. В нём, насколько я понимаю, нет кликабельных ссылок, ну, потому что это PDF, но всё открывается, поэтому ты можешь сегодня... Программа честная есть, и её можно почитать. Да, программа есть, и её можно почитать. Здесь про всё написано с инфографикой, с фотографиями, в общем... А у нас заказ, Юль? Мы, это, продвигаем? Мы получаем удовольствие от процесса. Лена, вот, кстати, про удовольствие. Скажи мне, пожалуйста, где твой проект «Хорошие новости»? «Хорошие новости»? На портале «Вуслер». В голове, он пока что в голове, и по техническим причинам предвыборным. По предвыборным техническим причинам. Он временно приостановлен, но он выйдет в эфир сразу же, как только мы все проголосуем. И можно будет без оглядки на то, что ты кому-то подставил подножку, или наоборот, кого-то погладил по голове несанкционированно, и таким образом обозначил неравенство в предвыборной борьбе. Можно будет без оглядки на это говорить о том, что происходит в городе. И я надеюсь, что все наладится, потому что это проект, который реально приносит мне удовольствие. Совершенно не приносит денег, но приносит удовольствие. Ну, мне кажется, да, это же главное, заниматься чем-то, что дает тебе смысл, что имеет смысл. Хорошо. Ждем возвращения проекта «Хорошие новости» на портале «Ньюслер», правильно? После 10 сентября. Что мы сейчас с тобой обсудим? Давай обсудим визиты глав госкорпораций. Алексей Миллер в недавнем прошлом, буквально вчера Александр Бреверман, генеральный директор корпорации МСП. Ты знаешь, я просто видела это мероприятие немного изнутри, да, с точки зрения организации, поэтому я, наверное, не могу судить. То есть у меня не объективное мнение, нужно спрашивать человека со стороны. То есть организационные моменты, ну, это всегда какие-то там форс-мажоры, да, небольшие, это нормально. Поэтому я видела организационную сторону вопроса, вот, а саму суть, наверное, немного выпустила, да, выпустила, потому что много... То есть она столько захватила стороны. Много бегала ножками, вот, поэтому я думаю, что нерепрезентативное мое мнение в данном случае. Ну, вот, если говорить, в общем-то, визиты высокопоставленных чиновников, либо глав госкорпораций каким-то образом позитивно на жизни региона вообще сказываются? Ну, они сказываются в том смысле, что главы этих корпораций продемонстрировали хорошее отношение к Игорю Васильеву. Насколько оно искреннее, я не знаю, потому что здесь идет такая общефедеральная программа, да, такая пропрезидентская, проподдержка тех людей, которых президент, собственно говоря, рекомендовал регионам. И поэтому в этом смысле, там, я не знаю, насколько, еще раз повторюсь, это искренне, но, тем не менее, они, по крайней мере, продекларировали хорошее отношение. Обернется ли это хорошее отношение деньгами, я не знаю. Пока что я не видела никаких, я не видела встречи с Проверманом, вчера просто ее вот так выпустила со своим расписанием другим. На встрече с Миллером я была, естественно, тоже не все видела, и были закрытые встречи у Игоря Васильева, но даже декларативно я не услышала никаких новостей про то, что нам вольнут каких-то денег прямо сейчас, там вот будет все очень красиво. Нет, Миллер очень аккуратно продемонстрировал, еще раз повторюсь, хорошее отношение к главе региона и к самому региону, и ничего такого сверх нормативного не помещал. А у тебя есть ощущение, что тут правительство заявило, что инвестклимат меняется, что как-то жить стало проще, веселее и так далее? Слушай, а ты вот помнишь хоть один год, когда бы правительство этого не заявляло? Говорила, что у нас все плохо. Как-то нет, но вот ровно вот этими словами каждый год, так же как ровно этими словами каждый год там рассказывают, как теперь не будет обманутых дольщиков, я, например, 10 лет за этим процессом слежу, и каждый год ОЗС там по предложению правительства или правительства, по инициативе там депутатов ОЗС, оно все время принимает какие-то дополнительные нормативные акты, какие-то законопроекты рассматривает. И я каждый раз задаю вопрос этим людям, а что поменяется-то вот, ну, оно наконец. Они говорят, нет-нет, вот сейчас вот те, кого уже обманули, вот сейчас мы им поможем из бюджета, на секундочку, Юля, из наших с тобой денег, чему вот я, например, совершенно не рада. Вот помогать, там, не знаю, одиноким мамам, или помогать детям, или помогать старикам, да, надо. А все время помогать работоспособным людям, которые почему-то по какой-то причине не туда деньги свои положили, ну вот я не готова, например. Ну вот, ну чего, почему? И если здесь есть косяки законодательные, то надо эти косяки устранять. В моем понимании никто ведь без лицензии не строит, да, например. И без разрешения на строительство. А кто его давал-то, почему эти люди-то не отвечают-то? Они-то почему ни разу не ответили никуда? Вот ни один строитель, я тебе, ну, за редким, может быть, исключением, не имел никакой задачи покрасить деньги дольщиков, положить их в карман, а потом сесть в тюрьму. Вот ни у кого такой задачи не было, им достается-то не по-детски. На них на всех уголовные дела, и там, с ним разбираются-то очень жестко. И если бы он достроил этот дом и продал квартиры как положено, то, наверное, он заработал бы больше денег. А если у него это не получилось, то, значит, наше законодательство недостаточно совершенное, но не отслеживает. Я уж не говорю про страховки. А где они? Все это, все это в обязательном порядке страхуется. В чем проблема? Ты знаешь, вот у нас были дольщики буквально в этой же студии, которые говорили, что они страховали, но период действия страховки закончился, и сейчас уже, собственно, найти концов они не могут. Так страховали? Юль, я еще раз повторю, законодательно эта страховка обязательна. Если государство, органы власти, те, кто пишет законы и должен следить за их исполнением, позволяют это делать, то они и должны отвечать. А не жители области или регионов, в котором это происходит. А хорошо, а как они должны отвечать? У них же других инструментов, кроме бюджетных денег, по большому счету нет. У них есть еще свои деньги. Кого-нибудь вообще оштрафовали хотя бы? С должностью они могут расстаться, если они там недостаточно хорошо работают. А они недостаточно хорошо работают, если эти вещи проистекают постоянно. Ну, что? У застройщика тоже нет никаких бюджетных денег, чтобы возместить дольщикам то, что они должны получить, да? Поэтому он садится в тюрьму. На секундочку. Очень часто. Ну вот. Хорошо. Кто должен призвать к ответу, допустим, чиновников, да? Это кто должен быть? Люди, я не знаю, это должен быть президент. Это должен быть закон. Это должен быть закон, который должен не заканчиваться в том месте, где он оговорил, что вот застройщик должен вот это, вот это и вот это. А он должен быть продолжен, там должно быть написано. А если те, кто выдали лицензию или там вот, да, не соблюли какие-то правила и регламенты, то тогда они должны быть наказаны вот так-то и вот так-то. Вот это должен делать закон. На этом, я думаю, что мы с тобой закончим эфир. Неожиданно подкралось время. 13.45, нам, к сожалению, пора закругляться. Я напомню, что это особое мнение Елены Шмулевич, редактора информационно-аналитических программ телекомпании Рэнкиров. Спасибо тебе за эфир. Спасибо большое. Лично я очень жду возвращения твоего проекта «Хорошие новости» после выборов. Я твой самый верный и преданный зритель. Спасибо, Елена. Спасибо за эфир. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания.